И хотят бы поприветствовать вас всем сегодня здесь на этой очень благоприятной церемонии. И присутствующие здесь премии, которые пришли для получения инициации, они делают огромный шаг вперед. Это очень важный для них момент. Мы часто говорят, что это самый важный день в их жизни с тех пор, как они оставили Духовный мир. И как давно мы оставили Духовный мир? Ну, это невозможно сосчитать. И это невозможно сосчитать. И интеллигенция не может сосчитать, когда мы покинули Духовный мир. Но в читании чертами есть определенные показатели, которые рассказывают нам об этом. По милости других преданностей, которые находятся за пределами нашего разума. И там говорится, что не за памятных времен, но путешествуем по разным вселенням. Мы переходим из разных форм жизни. И даже такое тренажливое, оно пугает всех, и это хороший стимул стать преданным Господа. И мы переходим из тела в тело. Из незапамятных времен означает то, что невозможно сосчитать, как давно это было, но это было точно давно. Но по беспричине милости представителя Господа и самого Господа в нашей жизни вмешивается воля Господа. И опять я хотела бы привести пример моих собственных родителей. И почему бы и нет, потому что родители являются его первыми учителями. Even before we were six or seven years old, when we go to kindergarten, isn't that our mothers and fathers are our first teachers? And in the family, the husband is the Patti Guru. He's the head of the family materially and spiritually, so he's called Patti Guru. И он глава семьи, как в духовном аспекте, так и предприятие, поэтому его называют Patti Guru. So many of the first lessons of life come from our parents. И основные уроки мы получаем от наших родителей. And blessing are the children, whose parents are vajnavami. И благословлены те дети, чьи родители являются vajnavami. It's like this young boy over here. Например, вот этот молодой мальчик с нами рядом. Можешь подняться? He said, he's always got his yellow beaker. Since I've been here for three days, he chants about eight or nine rounds every day. И я у вас здесь нахожусь уже в течение трёх дней. И я каждый день вижу, что у него жёлтый мешочек для джаха. И он поделился со мной, что каждый день он повторяет шесть-восемь кругов манжа. Giving a big round of applause and courage. Благословлены те дети, которые получили рождение в айшнайских семьях. И я помню, в тот момент, когда я был мальчишкой, когда я хулиганил, Мама пресекала это и говорила мне. Брайан, stop that immediately. И она говорила, Брайан, сейчас же прекрати. Иди что-то хорошим делом займись. Подстриги лужайку. И таким образом, мы бесцельно против этой материальной поселения в поисках ещё новых способов погрузиться в иллюзию. И мы приступим в контакт с преданными. И первое, что они нам говорят, что мы иные. И вместо того, чтобы страдать в этом материальном мире, почему бы не найти какую-либо альтернативу такой жизни. И мы отвечаем, да нет, я не страдаю. Но простите. Рождение, болезнь, старость, смерть. Ммм, вы правы. Ну да, может быть, вы правы. Is there anything better? Yes, take this mantra. Харе Кришна, 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 Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама. И испытайте то счастье, у которого нет ни начала, ни конца. Девоты из моей generation, И предами моего поколения хочется петь прямо об этом. И те, кто практикует этот процесс, они уже повторяют мантры на протяжении 40-50 лет. И вместо того, чтобы устареть, это и превратиться в безвкусную практику, на самом деле, их воспевание становится еще более ментарным и стабильным. И день за днем это воспевание приводит нас ближе к Кришне, к тому, кто является источником всего наслаждения. А если вы общаетесь с тем, кто постоянно счастлив, вы сами становитесь счастливее. И это та самая великая милость, которую мы получаем. И это та самая великая милость, которую мы получаем. Что тот процесс, который приводит нас обратно, назад к Богу и уводит нас из этого материального мира, это воспевание, танцы, а также вкушение просада. И эта церемония инициация является главным важным аспектом в нашей жизни. Потому что именно сегодня вы все развернетесь и повернетесь к материальному существованию спиной. И сегодня вы скажете, нет, нет, отвернетесь от нее и перечислите регулирующие принципы, которые помогут вам отвернуться от материальной энергии. И теперь вся ваша жизнь будет заключаться в том, что вы будете бежать по пути к Кришне в желании объять Его. Это поворотный момент вашего существования. Вы разворачиваетесь, отворачиваетесь от Майи и вновь поворачиваетесь к Кришне. Вы приняли решение, твердое решение, что вы отвернулись от тьмы и стремитесь к свету. Вы отвернулись от невежества и вы обрабатываете с правдой. Вы отворачиваетесь от Майи И всегда вспоминать эту картину, на которой изображен Голуба Кумара, в тот момент, когда он возвращается в духовную меру, и Кришна обнимает Его. И поэтому никогда не отвлекайтесь на Майи и помните об этом объятии с Господом. И ничто в этом материальном мире не может сравниться со сладостью от отношений с Господом. И сегодня мы все с вами здесь собрались для того, чтобы быть свидетелями вашего рождения. Это ваше второе рождение. Первое рождение вы получаете в отчалеве в материальной природе. Второе рождение – это вы обретаете милость и рождаетесь в нашем обществе. И каждый раз, когда в семье есть новорожденные, все родственники папы, мамы, дяди стремятся прийти и посмотреть, на это новорожденное чудо, и говорит, дайте, я гляну, как он там. И когда мы умерли, то же, когда мы оставляем тело, мы умираем, те же люди собираются для того, чтобы попрощаться с нами. И в этом заключается магия этого мира. Как мы появляемся в него. И куда мы отправляемся после того, как мы умираем. Это мистика. И каждый хочет соприкоснуться и увидеть этот процесс. И сегодня вы будете проходить через это полное рождение. И все остальные радости – они все ващнавы и ващнавы, поэтому они могут благословлять. So you're not alone in your attempt to go back to Godhead. Кришна присутствует здесь. Гуру is here. И Маишнава is here. Хари, Гуру, Маишнава. Like this, you'll be surrounded by these three personalities, all the way back to the spiritual world. And those relationships with Хари, Гуру и Маишнава will continue forever in the spiritual sky. Таким образом, три этих аспекта будут всегда помогать вам на вашем пути назад домой к Богу. Это Хари, Гуру и Маишнава. А также вы всегда будете в их обществе. And we're very blessed today to have senior Маишнава, disciples of Шри Лапарху from here, to encourage you. You can hear I have a cold. And I've almost used my quota of the words that my voice can speak today. I have to send them out silently today, so I didn't use up my quota. So the actual initiation lecture, I've asked my illustrious guardra, to give the initiation talk. And I've asked Choratma Tadak today, I'll prove it. He will be chanting the mantras, Baha, 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 as you throw your dreams at the candle. You know, we're not allowed to get the fire yet. And Choratma Tadakamu, with all due respect, he was hesitant even with a little candle. And we understand. And because he's the authority and the leader here, and a good one at that, we acknowledge that. So on my iPhone, there's an app, which shows a camp of mermany. Now, as you know, I'm always trying to be very innovative in teaching, you know, new ways. Sometimes I'm challenged. That's too innovative, you can't go that far. So you need to reach a take and judge about the result. If all these come, then the technique will be okay. I love different innovations, I try and try and try. And when they're criticizing me, they say, well, it's already too much. I always say, if it's too much or not, it's possible to judge by the result. If the friends are connected, they come and repeat, the mantra is all good. Like that Dorea Dhan. Dorea Dhan does. He has his Psychology 101. Yeah. He has his Psychology 101. He has his psychology 101. He has everything. He has everything. И, например, как Миньида Аудрид Халла пропустит своя община, которая тоже очень инновационные методы в проблете использует, но это работает. И иногда его критикуют. Но я тот, кто его полностью поддерживает. Но мы должны оценивать что-то по результатам, которые у него есть, и глядя на его проблете, можно сказать, что он один из тех личностей, которые привел сознание Кришны больше количества требований. И, несмотря на то, что я в любом случае придерживаюсь традициям, я люблю традиционно одеваться, носить дилы, цитирую шастры, но я с огромным уважением отношусь к той деятельности, которая развил Адельхам право на юге вашей страны. И я немного решила рассказать об этом и добавить. «Will you buy blue health platforms?» Итак, инновативно. Итак, насколько инновативно это, что если мы не можем иметь свет, то мы можем иметь аппарат на iPhone, который выглядит как свет. И даже идёт вот так. И если вы планируете, то вы планируете. И если вы планируете, то вы планируете. Мы перейдём к программам в телефонах, Apple. И там есть замечательное приложение. И свеча практически как настоящая. Она колышется от ветра. Если вы дуете на неё, то можно её задуть. Но мой богатый парень, это長ое англическое. Мой богатый парень, Чараматур, нествовало так. Никуда не смуслился. Он сказал, что я потеряю свою репутацию, если я перейдя к iOS. Но когда я предложил такого рода инновацию, он сказал, что я в этом не собираюсь участвовать. Моя репутация точно пострадает, если мне начнет, он предлагает зверь, свечи из программы в айфоне. И когда мы разжигаем жертву на огонь, мы призываем туда Вишну, и Вишну приходит в языках этого пламя и принимает ваше зерно. Слава, Слава, Слава. И споры, дебаты разрастались, напряжение росло, было много возмущения и переговоров, и тогда мы прибегли к последнему слову нашего GBC о читатных правах. И он разрешил провести жертвоприношение со свечкой. И таким образом мы договорились, все счастливы в дурахном праву или я в своем лице. И мы продолжим вот этот традиционный для нас способ с помощью свечи, хотя я не уверена, какое количество яги на территории Индии было проведено с помощью свечей. Но я думаю, что это чуть ближе к традиционному способу проведения яги, если мы будем использовать горящую свечу, чем свечу, которую можно увидеть в айфоне. И так как я теряю волос, поэтому я попросил четвертому праву сегодня вечером прочитать лекцию на последней лекции. И я сохраню еще немного голоса для того, чтобы раздать вам ваши прекрасные имена. И я, наверное, после обеда пораньше уеду для того, чтобы немного выздороветь и подготовиться к еще двум замечательным дням в вашей стране. И сейчас мы находимся в культурной столице вашей страны, Санкт-Петербурге, а после этого мы отдаемся в основную столицу вашей страны, это Москву. И поэтому я оставлю вас, передам вас в надежной руке четвертому праву, но возможность существует, и возможно я приведу сегодня вечером обратно на вашу культурную программу. Так, давайте же начнем, переступим к церемонии этого важного дня для всех вас, культурных, культурных. И теперь я отступлю к сторонку. И я предоставлю это место для Бадхаридаса Пробу, который прочтет лекцию перед инициацией. Я знаю, что он был бы счастлив сидеть там на скаминке, но полагается предоставить место лектору, потому что он является представительным Ясадевым. И мы очень счастливы, что каждый год мы получаем общение под Ахридаса Прабу. Он очень известен в нашем движении. Он является травоклассным грехаской, а также превосходным музыкантом. И мы должны быть очень благодарны за то, что мы можем слышать его сладкий голос, а также то, когда он делится с нами своей мудростью. И давайте поаплодируем его в то время, как он дает поддержку Ахридаса.